Хей, окей, с вами Шамики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Прэн Бау. Ну что, поехали, новая игра. Да, хорошо. Всё хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У неё для меня подарок. Интересно. Это кот. Такой милый и красивый. Тёмный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Мистер Полночь на шкаф-шак. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тётю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тётя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. И Кашатины пьёт молоко. Сейчас вечер. Понедельник. Я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. Странное ощущение. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Внезапно. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать. Что произошло? Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама. Папа. Нет. Пожалуйста. Мамочка. Папочка. Там сатанинский круг был? Или мне показалось? Фрэнк, пожалуйста. Слушай мой голос. На счёт три ты проснёшься. Там какие-то оккультисты непонятные. Раз. Два. Три. Фрэнк, как ты себя чувствуешь? Мне хочется умереть. Думаю, я в порядке. Ну, если смотреть по таким переживаниям... Ну, тогда нас в психушку даст заделать, если мы и так не в ней. Давайте, я думаю, в порядке. Я думаю в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Я хочу найти убийцу. Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Так, я найду своего кота и убийцу. Никто ничего не делает. Полиция ничего не делает. Не будь таким пессимистом. Скоро мы обязательно получим ответы. Ага. А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Что там? Видишь стол? Та небольшая посылка для тебя. Она от тёти Крейс. Возьми. Возьми. Сумочка моей мамы. Открой её. Там внутри кое-что есть. Находки. Изучить. Дорога... Ой, боже, графон, конечно. Дорогая Фрэн. Вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты хотела бы иметь её у себя. Когда я... Когда я размышляла тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты остановишь эту сумку и будешь складывать в неё всё, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность это величайший твой дар. Любовь, тётя Грейс. Она беспокоится за тебя. Тётя Грейс. Тоже беспокоюсь. Тётя Грейс, что ж, ещё одна причина выпустить меня. Не беспокойся за неё. Она в порядке. Так устала от всего. Ну, я могу идти? Да, можете идти. Но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Какое лекарство? Лекарство называется Дуатин. Она сделает тебя очень спокойной. Дистра, мы готовы. Что нам в доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения и... Что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн. Прими свои лекарства. Мне плохо. Ох, манать. Только не это. Отнесите её обратно в комнату. И сестра, больше не давайте ей таблетки. Манать. Там психодел немного пошёл, кажись. Берегись, Фрэнбоу. Если ты покинешь дом безумия... Я найду тебя. Это типа смерть или кто? Поймаю. И верну обратно в безумие. Фрэн, проснись. Кошатина. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Глава первая. Мой здравый разум. Окей. Только, конечно, графика немного такая. Я всё ещё здесь? Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. А, то есть это её мысли, да? В принципе. Ага, это переход между локациями. Хорошо. Ну, давайте тогда... Что у нас в сумке есть? Ничего. Куда сходим? Здравствуйте, Фрэн. Рада, что ты проснулась. Какая спала? Или спасибо, мисс? О, лучше... Спасибо, мисс. Уходи, я работаю. А что так сразу? Жёстко. Жестко. Ах, я хочу знать, что она пишет. Мне любопытно. Думаю, медсестра никогда бы не позволила мне что-то трогать. Пустая бутылка, пустые стаканы. Ничего. Полотенце. Полотенце. Они не нужны. Мои ноги в порядке. Могу ещё с ней поговорить? Раз, вы понимаете, что ты проснулась? О, сколько я спала? Возможно, три дня. Ну, типа мы... Так, это из-за лекарства? Это из-за лекарства? Я с уны из-за лекарства? Да, из-за него. Поэтому ты больше не будешь его принимать. Ладно. Хорошо. Давайте пока будем свои, как бы, странности немного отрицать. Потому что если мы психушки, первое правило это... Не будь психом. Ой, ничего себе, что-то упало. Удобно крюк оставлю... Так, оставлю его, чтобы позже поиграть в пиратов. Так. Включить. Золотой крюк, который упал со штор. Ах, милая, приятная мелодия. Я получу вынос? Получу. Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Так. Дело. Бла-бла-бла. Имя Френбол. Даггенхарт. Возраст 10. Пол женский. Так. История болезни. Пациентка была найдена недалеко от психиатрической клиники. Освальда с признаком психоза. Семейная трагедия. Боут-даггингов. Так. Деталей избегают. Лечение. Доктор Мэрсон Дир. Так. Испробовал различные лекарства. Но отметил их при... Так. Прием из-за побочных эффектов. Дата. 25 июля. 1944. Надеюсь, он не упадет мне на голову, пока я сплю. Так. Какие-то у нас письма еще есть. Маленькие и красивые. Вы прячете от меня. Имеется ввиду таблетки. Я ненавижу монстра. Имеется ввиду того демона. Я должна найти Мра. Волнычь. Мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство поможет мне. Поможет мне. Где он? Я могу обойтись и посмотреть, что с другой стороны. Так. Медвежонок. Надеюсь, тебе кто-нибудь любит. Какая-то сумка. Ах, секретная шкатулка. Включить. Деревенную шкатулку. Она открыта. А, открыта. Ключ. А, безусловно, что-то открывает. Привет, Фил. Привет. Усложди, выход. Как дела? Все говорят, что я болен. Они всегда-то говорят. Они просто дураки. Ты сегодня уходишь? Да, если поможешь. Уйду, если ты мне поможешь. Единственное, что я знаю, кабинет это ключ. Ключ внутри. Ключ в кабинете лежит ключ. Я видел, как доктора записал секретный код. Секретный код. Секретный код. Что открыли? Так, открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто не он? Кто? Он. Все двери закрыты. Ты заложница моих. Грррр. И никто не поможет тебе сбежать. Ни хера себе. Оставь меня в покое. Я тебя ненавижу. И? Мамочка, папочка. Мы не так нужно сейчас. А вы мне так нужно сейчас. Все? Или еще могу что-то повредить? Нет, я не позволю монстру мне помешать. Раньше у меня была в стене платья, как у тебя. Так, пациент Филмур Бронстон. 8. Так, и сфероболезнь. Пациент прибыл в психиатрическую клинику. После этого вместе со своей матерью. Рэйчел Браунстон. У мальчика развелось параноидальное поведение. Паранои еще не диагностировано. Лечение так и ежедневная терапия у доктора Марселя. Дерна. Мы еще не добили доверия пациента. Он оказывается... Отказывается отвечать на вопросы. Хорошо. Фил все еще здесь. А когда? А, тоже 6 апреля. Конечно, закрыто. Если я сяду, то в конце концов встану. Так в чем смысл? Деревянный Мургони. Вы хорошо проводите время. Так может... Погнали тогда. Скорее всего это отсюда, да? Ключ. Пользовать. Да-да, получилось. Внутри что-то есть. Так, шпиц. Так, изучить. Моя дорогая семья, я буду хранить это цены на своей жизни. Ашатик. Так. Изучить. Моя заколка. Нужно найти ее хорошее применение. Ну, в принципе, мы можем взломать дверь. Там какой-то ключ странный. Как использовать. Ну, допустим. Попробуем. Подходит. Ну, тут два отверстия. Нужно что-то еще. Мы можем объединить. Так не пойдет. А, форма не подходит. Блин, получается, нам еще что-то можно найти. Ах, я хочу узнать, что она пишет. Так любопытно. А ну-ка. Рэн, ты проснулась? Хорошо. Да. Уходи. Блин, тогда нет. Я же кое-что натворила. Я... А, леди. Медсестра. Видишь? А тебя одни неприятности. Что там? Сломала штором. Я пыталась посмотреть в окно и случайно сломала штором. Ну, ну, случайно. Нужно все исправить, следуй за мной. Опа. Опа, опа, опа. Да, мне любопытно. Она без... Обезуменеть, если что-то не будет трону. Так. Мы же можем взять пока что-нибудь. Что-то не хватает. Ты видел крюк, на котором держалась штора? Какой крюк? Какой крюк? Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты мелкая девчонка. О-о-о. Так, она закрылась, значит, мы можем прочесть. Я возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь. Фу. Так. Ящичек. О-о-о. Боже мой, это ужасно. Зачем он к медсестре? Она хочет убить нас всех? Да. Глэдис Анна. Брэн Боу Дангерсон. Пациентка почти все время спит. Она... Так. Просыпается только, чтобы попить. Но я не... Не думаю, что она это понимает. Выпить воды? Она снова засыпает. Уже три дня она ни с кем не... Не понимаю. Несколько дней приходили... Несколько дней проходили и спрашивали от... А, людей. Приходили, спрашивали о том, когда она пойдет с ними поиграть. О-па-а-а. У нас есть код. У мистера ужасный почерк. Так, тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка. Так, полностью изменившая его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой и тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и т.д. Из-за этих последствий некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим и беспособность чувствовать себя в безопасности могут быть... Так, признаками параноймы. Изображение мозга. Так, лобная доля, двигательная зона коры. Это, короче, биология. Так, мне нужен шифр. Будем куда-то записывать, да? Мне бы ручку, мне бы ручку. Окей. Один. Хотя... Сделаем так. Так. Изучить... В шишечном пластыре для лечения ран. Изучить мою библиотеку внутри. Я знаю, мне нужно сломать код. Сломать. Так, из... Так, облинить. H1. Так, какие мне вообще нужны цифры? Один. И... 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 89, 45. Так, использовать. 89... 45. Таблетки. Котик сказал, что они мне помогут. Пилс. Иди осторожно. Ага, это, типа, у нас портала. Хорошо. У тебя рот немного в крови. Ты в порядке? Привет, мисс... Медсестра. Пустая бутылка из... Так. Полотенце, полотенце, полотенце. Убирайся, жуткое существо. О, убукните. Опа, теперь я могу, по идее, объединить. Ништяк. Фантастика, мой собственный специальный ключ. Это... Белания. Вау. Ты что-то за... Берег. Ага, у нас здесь смотревая башня обороны. Ты попалась, сумасшедшая под именем Фрэнкси. Почему я больше ничего не вижу? Это моя голова. Отдайте мне мою голову, пожалуйста. Просто уходите из страны существа. Ладно. Ой, там кролик лежит. Ооо. Ты спишь, милый кролик? Куда делся клоун? Кто это сделал? Мы можем спуститься вниз. Нет, ни в коем случае. Вы не можете это... Ей это рассказать. Но она должна знать, что... Вы не можете скрывать ее от меня. Причина более чем ясна, Крейс. Нет. Это не так. Я хочу забрать ее домой. Сейчас же. Нельзя. Ее психическое состояние еще не нормализировалось. Щелчки мыши нужно как-то потише делать. О, лиса появилась. Это было на самом деле, дорогая тетя Грейс. Интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Ох, нет. Лисичка, не плачь. На рисунке те же самые? Кровь. Найди его. Так. Путь к счастью. Ты можешь видеть. Почему ты не на меня так смотришь? Ты меня пугаешь. Что за чертная штука сидеть рядом с тобой? Фил играет со своим дядей. Но дядя безумен. Безумен. Фил плачет. Бедный Фил. Видишь, ты убил его. Привет. Нет. Ваша голова. Я попробую вернуть ее на место. Простите, я не могу вам помочь, мистер Олень. Вау. Ты смогла найти код доктора? А, ты смогла найти код доктора? Короче, ладно, использовать. Так, на встречу с счастьем. Давайте сначала просто пройдем без пилюли, а потом с пилюлями. Посмотрим. Красная марионетка и змея. Мишка и много других вещей. Закрой пледом ноги, старушка на стуле. Привет. Ты их видишь? Правда видишь? Кого вижу? Существ, которые следуют за каждым. Тени? Ты имеешь в виду в виде тени? Ага. Я их не вижу, но знаю, что они есть. Ты знаешь, что они на ней такое? Да, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Я тоже обожаю. Да, я тоже обожаю. Ну, расскажи мне побольше о тенях. Ручка, ручка, я хочу найти ручку, я все время рисую. Что рисуешь? Ой, что? Что именно? Выясны. Теперь уходи. Окей. Ой, это одна из... Не махкунолов, кноулов, кноулов, да, клоунов. Эта кровать очень розовая. Так. Аделята Фьюджинс. 7 лет, женский. Итак. Пациент стал жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшествие... Так. Породило слуховые галлюцинации и расстройством мышления. Доктор Майз Дерас, так. Близился с пациенткой при помощи арт-терапии. Она делает успехи. Эх, педофилы. Так, туалет. Трон пуст. Я не знаю, что любой сможет увидеть, как... Как я... Что, как я, что? Я смакую и сделаю это. Так, окей. Окно. Так, я вижу лабиринт. Нам не позволят там играть. Позволяет. Вот ты где. Ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Вы оставили ее открытой. Но вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла. Я знаю, потому что закрыла ее. Тогда как я выбралась? Тогда как я оттуда выбралась? Она была открыта. Не пытайся меня обмануть. Иди в свою комнату и жди доктора. Мне нет на это времени. Мне нужно найти выход. Ты... Так. Ты сбежала из моей комнаты. Это нехорошо, Френ. Не ела несколько дней. Ну, я голодна, сэр. Я не ела несколько дней. Я не стану слушать твои оправдания, юная леди. Сэр, доктор. Пожалуйста, позвольте мне пойти и съесть что-нибудь. Ты должен научиться слушать тех, кто здесь главный. Конечно, сэр. Урок освоен. Только не делай как больше, Френ. Сходи поешь, а потом иди спать. О, ништяк. Все-таки я мог пойти поесть. Там какие-то комнаты у нас. Ой, что-то тут до хера дверей у нас. Эй, держись подальше от кабинета. Сэр, там висит ключ. Можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Ну, это будет грубо, в принципе, но... Поцелуй? Вы серьезно? И тогда вы дадите мне ключик? Конечно. Садись ко мне на колени. Умрис с ананасом. Никогда. Ты омерзительный. Я убью тебя, если ты ко мне прикоснешься. Ты сказал, ключ за поцелуй. Что скажешь, а? Должно быть, это ключ от кабинета, но как мне его достать? Но у нас есть ключ. Ой, ключ. Крюк. Эй, на что ты смотришь? Ключ? Можно я его мне так? Не, на что я думаю? Значит, ты умеешь думать. Тогда подумай над тем, чтобы убраться сюда. Я иду куда хочу. Куда? К мамочке и папочке? Проваливай. Да, ты пес, слушай. Пипец, он, говорили, пес. Ну, я тебе насырую в твою чашечку кофе. Так, тут закрыто. Сквозь этого ограждения чувствуется так. Ветерок. Хороший, значит, если ветерок, значит, есть выход. Привет, ты в порядке? Что это значит? Я хотел узнать. Я просто хотел узнать, все ли в порядке. Не хочу говорить. Доктор, вскоре тебе... вскрою тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мозги. Он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест и твой. Я видела тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду. Надеюсь, вы отб... Так. Добритешь новые мысли. Пока. Изабель? Хочешь помочь мне сбежать? Какой ночи? Блестящие игрушки. Стлон на стенах дома безумия. Стлон, сэр, вы очень розовый и мягкий. Привет, что ты делаешь? Она не работает. Бумага не работает. Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. Но что должна делать бумага? Бумага покажет мне картинку в телевизоре. Ясно. Но почему она не работает? Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Патрик Юг. Наверное, документальный фильм про муравей и шишку. Новости. Одобрено испытание на людях. Это не... Не новости, сэр. Супер-мега счастливый танец с кексом. Не работает бумага... Говизор не действует. Переключи снова. Давайте, может, нашу мы ему нужно. Работает, работает. Это чудо. Спасибо. Бумага... Говизор действует. Отлично. Можно посмотреть? Нет, это мое. Если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Я смогу использовать. Спасибо. Думаю, я смогу использовать ее для записи и рисунков. Я занят. Проверка бумага... Говизоров в действии. Так, солдатики. Господа фигурки, вы поможете мне найти моего котика? Ой, тупая собака. Так, ладно, давайте в последнюю комнату еще зайдем. И, думаю, будем заканчивать. На стены часы такие большие и... На стены... Привет. Привет, Фрэнк, как ты? В порядке. Рада слышит, что ты в порядке. А теперь иди. Сестра, вы можете открыть желтую дверь? Нельзя такое спрашивать. Думаю, тебе следующее... Так, следует пойти в свою комнату. Простите, миссия, не имела в виду ничего такого. Очень хорошо, Фрэнк. Иди поиграй с друзьями. Так, хорошо, что у нас тут есть? Посмотрим, шоколад? Вкусный. Фигнал странный. М-м-м. Представляю, как булочка тает у меня во рту. Так, мишка. Мама любила рисовать розы. Мне не нравится эта картина. Вот там... Освальд. Кто там? Мистер Освальд очень странный. Достаточно стар... Арый, старый мой. Привет, ты новенький? Я не видела тебя раньше. Нет. Ты с нижнего этажа? Ты с нижнего этажа? Ага. Они думают, что мне уже лучше. Как тебя зовут? Ты можешь меня убить? Пожалуйста. Конечно. Пах! Ты мертв. Спасибо. Я не могу сейчас говорить. Я мертв. Окей. Пташка, ты мне нравишься. Я не хочу это. Я не голодна. Думаю, если Демиан ест пасту, она не так уж и плоха. Не беспокой. Не беспокой меня. Уходи, я ем. Ну ладно. Не, не трогай мой меч. Я не знал, что он твой. Ты должна склониться и говорить чётче. Я твой король. Я склоняюсь перед вами, сэр. Очень хорошо, дитя. Какова цель твоего визита? Мне нужна твоя трость. Какая трость? Ты имеешь в виду мой меч? Да, ваше высочество. Ваш меч. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество. Принеси мне замок и коня. Только тогда я дарую тебе свой меч. Замок. Энни любит ласкать молоко, как котик. Эта дверь всегда закрыта по ночам. Я не могу выйти и поиграть. Детская площадка. Доброй ночи, деревянный конь. Так, ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Следующий серий здесь продолжим, но уже с таблетками. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.